Сегодня под председательством главы региона состоялось очередное аппаратное совещание. На повестке дня был вопрос по реализации поручений, данные президентом страны и регионом на расширенном заседании правительства РК перед новым составом. Он подчеркнул, что к 2029 году необходимо довести объем нашей экономики до 450 млрд долларов, ежегодно увеличивать валовый внутренний продукт страны не менее чем на 6%. При этом в регионах должна формироваться положительная динамика. Также в ходе заседания были озвучены недостатки, выявленные на строительных объектах в 2023 году. На бумаге у нас все хорошо, а на практике много проблем, отметил в самом начале совещания Акимобласти. Первым из поручений главы государства было максимальное повышение эффективности бюджетной и налоговой политики. Ербол Хорошукеев подчеркнул необходимость регулирования налоговых поступлений в регионе. Эффективная реализация налоговой политики на местах напрямую зависит от работы Акимов, подчеркнул глава региона и тут же возложил на ответственных лиц конкретные задачи. В регионе бюджет за 2023 год выполнен на 647,7 миллиарда тенге, что составляет 103,3%. А годовой план областного бюджета на этот год утвержден на сумму в 657,5 миллиарда. Известно, что бюджеты областей имеют высокую зависимость от субвенции, выделяемых из республиканского бюджета, так как доля собственных доходов в составе доходов не превышает 20%. Были годы, когда ситуация не складывалась. В этой связи исполнительным органам области совместно с налоговыми органами необходимо усилить работу в целях обеспечения дополнительных поступлений в местный бюджет в рамках плана. Второй вопрос в повестке дня касался выполненных в прошлом году работ и выявленных недостатков на объектах строительства. С докладом о проделанной работе выступил руководитель управления Государственного архитектурно-строительного контроля Акимата области Айрат Бесимбаев. Согласно докладу, в 2023 году поступило 556 актов приемки в эксплуатацию. 391 из них, то есть 70%, дали положительное заключение. 165 – отрицательное. На совещании также была рассмотрена внеплановая проверка со стороны управления. В 2023 году проведены внеплановые проверки 172 объектов строительства, в результате чего выдано 86 предписаний, возбуждены административные дела на 249 лиц, 159 заказчиков, 50 подрядных организаций, 4 проектировщика, 26 технических надзорщиков. В завершении совещания Аким области поднял вопросы незавершенного строительства ряда объектов, где, как показала практика, концентрируется большое число местных подростков, что чревато определенными последствиями, подчеркнул Аким. Подвергая критике сложившейся ситуацию, он дал конкретные поручения Акимам города и районов. Кулеш Умурзакова, Азамат Бескенов, Семсем Ньюс.